В прошлых наших выпусках мы рассказывали о проблеме уборки снега на дорогах и тротуарах. Из-за изменения температур снег начал таять и превратился в кашу под ногами, убирать которую никто не спешит. Такая же ситуация происходит и во дворах, где пройти без усилий просто невозможно. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Мы находимся в одном из дворов в центральном районе. Здесь снег не чистили, казалось бы, уже с начала зимы. Из-за перемен температур под снежной кашей лежит лёд, из-за чего передвижение становится просто травмоопасным. Выбраться из собственного двора для жителей дома театрального проезда теперь целый квест. Заледеневшие ямы под толстым слоем талого снега затрудняют движение как пешеходам, так и водителям. Жители дома признаются, что без падений пройти к подъезду получается не всегда. А ведь это может привести к серьёзным травмам. Но дороги чистят очень плохо. Во дворах вообще ничего не почищено. Проехать невозможно, пройти невозможно. Там ещё и гололёд. Управляющая компания вообще никак не реагирует. Виктория неоднократно звонила и писала в управляющую компанию по центральному району. Но на обращение они, к сожалению, никак не реагируют. В то время, когда дворы, за которые они несут ответственность, становятся всё более непроходимыми. Как заставить управляющую компанию выполнять свою работу и привлечь к ответственности за бездействие, рассказала старший прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прав и свободы граждан прокуратуры Тверской области Валентина Титова. За ненадлежащее содержание общего имущества предусмотрена административная ответственность. В случае, если управляющая компания или ТСЖ со своими обязанностями справляться не будет, оно вполне возможно будет привлечено к этой ответственности. То есть, если ваша управляющая компания или ТСЖ не следит за содержанием дома и придомовой территории, то вы смело можете обратиться в прокуратуру, которая привлечёт их к ответственности. Ещё одним рычагом воздействия является Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, в который также можно обратиться по номеру 360885. Так что для того, чтобы ваша управляющая компания начала исполнять свои обязанности, в ряде случаев нужно ещё постараться.